Волшебный камень Магия окружает нас везде и всюду, от рождения и до смерти. Магия – это первозданная религия. Магия дарует смысл жизни и наполняет наше бытие духовностью. Древняя мудрость гласит, не верь колдунам и магам, они обманывают тебя за твои же деньги. Но если ты задумаешься над услышанным, то поймешь, что обмана в их словах ровно настолько, насколько ты сам себя обманываешь. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас первая серия четырехсерийного цикла передач «Прометей». И с вами я, телеведущий «Экстрасенс» и автор данного проекта – Любомир Богоявленский. Для начала давайте познакомимся. Я прошу своих помощников вывести на экран видеосправку. Любомир Богоявленский – парапсихолог, эзотерик, а также таролог с опытом работы более 10 лет. Имеет высшее образование. Магистр практической психологии, практический психолог, преподаватель психологии с отличием. Окончил Нижинский государственный университет имени Николая Гоголя, где учился 6 лет на дневном отделении факультета психологии. Также 3 года работал в Киеве психологом в государственных учреждениях с тяжелыми психически болеющими людьми. Участник русской битвы «Экстрасенсов-17», эксперт ряда телевизионных проектов на украинских телеканалах. Автор трех колод Таро. Дей Таро Чёрта, Таро Колдуна и Таро Вечности. Философ Аспирант. Создатель и руководитель Центра эзотерики и психологии Прометей. О чем эта передача? Каков ее смысл? В чем она уникальна? Эта передача посвящена магии и эзотерике. От серии к серии я поведу вас тропой оккультных наук и раскрою тайны эзотерики и оккультизма. Наше время, оно тяжелое в том отношении, что мы не можем нормально отделить ложь от истины. Правду от неправды. Поэтому в режиме прямого эфира вы можете звонить мне на номера. На этот номер вы также можете мне писать в WhatsApp. Это лайв, украинский оператор. Следующий телефон. Плюс 38 098 857 3081. Здесь есть Viber и Telegram. Они подключены к этому номеру. Вы можете мне туда писать. Также звонить на этот номер. Это Kyivstar. Мои дорогие, задавайте ваши сокровенные вопросы в режиме прямой трансляции. На ваш конкретный вопрос я проведу мини-диагностику с помощью своей уникальной авторской системы. Мистический путь гея или Таро-черта Любомира Богоявринского. Это спиритическая система. И в ту же очередь она психоаналитическая, оккультная и эзотерическая. Также, как руководитель Центра эзотерики и психологии Прометей, я собрал лучших из лучших экстрасенсов и эзотериков мира. Они будут гостями цикла этих передач. И вы сможете им также задать ваши вопросы. А тема сегодняшней же первой серии – «Черная магия». Эта тема табу. Она табуирована и для многих является сопрещенной темой. «Черная магия», она пугает. Она страшит людей. И у многих телезрителей может возникнуть вопрос. Мастер Любомир Богоявринский, вы сами «Черный маг» и зачем такую страшную тему первой серии вы поднимаете? Мои дорогие, я мастер-двуручник. Я работаю и с белой, и с черной магией. Потому что магия едина. Но парадокс черной магии заключается в чем? В том, что черная книга, темная сила людей спасала, людей губила. То есть черная магия на самом-то деле не только губит. Черная магия – это не только порчи. А это сильнейший инструмент для того, чтобы в вашей жизни конкретно наступили реальные изменения. И любые проблемы, которые вас тревожат, были решены. Поэтому я и собрал мастерову свой эзотерический центр. И черных магов, и белых магов. А сам я, как руководитель центра, мастер-двуручник. То есть и светлая магия мне открыта, и темная. Мои дорогие, чтобы вы могли понять, что такое черная магия, представьте нож, этим ножом мы все можем что? Резать хлеб. Мы используем его в бытовых целях. Но есть люди, которые с помощью этого ножа могут ранить другого человека или, боже упаси, убить. Так вот и магия, она единая. Но в зависимости от целей, которые преследует мастер, она разделяется условно на белую и черную. Но согласитесь, если, господи упаси, на ваш дом напали преступники, и кто-то с ваших родных хватает этот нож и защищает вас, и этого преступника прогоняет прочь, либо даже наказует за это преступление, хоть мы законопослушные граждане, и мы, конечно же, только повинуемся закону, то что тогда? Черная магия полезна или она бесполезна? Я против порчи. Я не допущу, чтобы мои мастера делали порчи и зло. Но я хочу, чтобы с помощью черной магии каждый из вас получил защиту и помощь от реальных сил. Мои дорогие, я приглашаю вас обращаться ко мне в студию, задавать ваши вопросы, звонить. Я жду первый звоночек. Звоните, мои дорогие, не бойтесь, и да пребудет с вами сила, потому что я, мастер Любомир Богоявленский, здесь нахожу, чтобы каждому из вас помочь. У нас первый звоночек, как я слышу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Любомир. Рад вам. Меня зовут Татьяна. Татьяна, я вас слушаю. Любомир, мне вот кажется, что на мне порча. У меня вся жизнь как-то не складывается. Пожалуйста, назовите мне число, месяц и год вашего рождения для начала. 8 апреля 90-го года. Вы знаете, у вас уже, когда вы называете это, у вас, понимаете, это комбинация чисел, если 8 апреля и ваш год, эта восьмерка принимает характеристику цикла, который постоянно закрывается. Что имеется в виду? Вот если у вас наступает в жизни невезение, либо черная полоса, не складывается личная жизнь, то оно как по закрытому кругу начинает вот так постоянно негатив повторяться. Но это все отчитывается и снимается. То есть я уже вижу сразу, что есть определенное кармическое отягощение. Но насчет темы порчи мы будем просматривать более глубинно. Поэтому я предлагаю вам сейчас сделать экспресс-диагностику на колоде гей-таро-черта. Потому что эта колода универсальная. Что же такое в вашей судьбе происходит? Почему жизнь не складывается, если на вас порча? Смотрите, что выпадает. Очень непростой и сложный расклад. Вот это матерь-прародительница. У вас, у мамы, я так вижу, и бабушка, и там женские поколения, у них, у многих, несчастливая судьба. Аркан Санта-Муэрте показывает, что если даже, вот мужчины, они, например, выходили замуж, мужья рано умирали, либо бросали, разводились. Я уже даже предполагаю, поймите, карты не говорят 100%, но они подсказывают наиболее вероятностный вариант развития событий, помогают ясновидению моему пробудиться. Я предполагаю, что у вас либо не было папы, либо он как-то рано покинул вашу семью. Это так? Алло, слышно ли меня? Наш вызов сорвался. Я прошу моих помощников, пожалуйста, соедините с Татьяной. Такое бывает, что вызов обрывается. Танечка, смотрите, вот я что хочу сказать еще, и к своему телезрителю обратиться, вот когда она сейчас подключится. Мои родные, у каждого из вас своя непростая судьба, свой непростой путь. И в этом пути, к сожалению, есть целые лабиринты. Есть столько всего, что накладывается энергетического, магического, родового и психологического. И моя задача как мастера, найдя первопричины, помочь вам вот этот лабиринт вашей судьбы распутать и найти выход. Танечка, это вы звоночек сейчас? Да, это я, Татьяна. Вот, я рад вам, оборвалась наша связь. Да. Я продолжаю. Смотрите, вот я задал вам вопрос. Я заключаю, что какая-то была проблема, связанная с вашим папой. Либо у вас его не было, либо рано как-то он ушел, покинул, потому что еще карта Санта-Муэрто есть. Это либо потеря папы, либо он рано отошел. Да, он мне было 14 лет, и он, к сожалению, после болезни умер. Я очень вам сочувствую. Но все имеет намного более еще глубинные корни. Вот эта женщина, это материнская линия, линия женская. У вашей бабушки, мамы, и также, возможно, вы еще знаете кого-то, родственниц женщин, проблема, подобная вам, в том отношении, что вы не можете построить личную жизнь. Как будто бы находится непонятная и рациональная сила. И вот вы спрашиваете меня, есть и порча. Тут все очень запутанно и непросто, но я помогу распутать. Итак, первое, это родовое проклятие, явно и четко есть, отягощение по женской линии. Что делать с родовым проклятием? Существуют специальные чины-очитки, которые через слова силы адресуются в высшие измерения реальности, которые помогают снять это отягощение и облегчить путь человека. Также, вот этот крадень, черт, он показывает то, что у вас как крадут счастье, там есть люди, которые на самом деле на вас направили негатив. Таня, давайте мы с вами увидимся в режиме уже термина. Обязательно запишитесь, мои помощники вас запишут на индивидуальную консультацию, и я глубинно все это просмотрю. Давайте я последнюю карту завершая, вытяну итог. Что вас ожидает в будущем, если мы будем работать, чем все у нас завершится? Прекрасная карта. Ящик Пандоры будет закрыт. Сейчас ящик Пандоры, вот этот негатив открыт, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы были счастливы. Потому что моя задача здесь. Мои дорогие телезрители, Танечка, я прощаюсь с вами. Вот прямой эфир у нас продолжается дальше. Мы встретимся с вами на сеансе. Мои телезрители, мои родные. Вот история Тани, она непростая и сложная. Но у многих из вас, к сожалению, история в вашей жизни ненамного лучшая. У многих из вас есть свои трагедии, боль и страдания. Зачем я здесь? Для того, чтобы все вы были счастливы. Верьте и знайте, что ваше счастье еще впереди. И это не абстрактные формы, не абстрактные слова. Вы убедитесь на вашем личном опыте, что после терминов, после работы ваша жизнь реально будет меняться в лучшую сторону. Та женщина, которая не могла выйти замуж, найдет свою вторую половинку. Я просто открою ей путь, сниму эти отягощения, и она найдет своего возлюбленного. Ведь в каждого из вас и есть своя половинка, предначертанная высшими силами. А магия черная и магия белая и существуют для того, чтобы вам помогать. Но я хочу возвратиться к теме черной магии. А там звоночек уже как приятно. Здравствуйте, я вас слушаю. Здравствуйте, уважаемый Любомир. Доброго времени суток, наши уважаемые телезрители. Как приятно. С вами Берегиня Веринея. Я просто не верю своим ушам. Мастер Веринея, я приветствую вас. Я просто счастлив. Это сильнейший мастер белой магии, центра эзотерики и психологии Проматеи. Я слышу вас и слышу, девушка. Любомир, телезрители, в этот замечательный день Я, Берегиняя, мастера березного искусства, поздравляю вас с началом нового дела. Проект Прометей, центр эзотерики и психологии, создан. Великая свершилась. Согласно легенде, древнегреческий бог Прометей пожертвовал собой ради спасения человечества. Он вырвал из груди своей сердце и зажег его силой мысли. Поднял высоко над головой и освятил людям дорогу. Подобно ему и Берегине освещают нашу жизненную дорогу. Всем, тем, кто хочет изменить свою земную жизнь и к лучшему, мы оберегаем древние знания, исцеляем силой четырех стихий, недуги и хвори, обучаем техникам процветания и привлечения энергии финансов. В такие дни, как этот, принято одаривать духовными подарками. Разрешите мне здесь и сейчас провести стародавний казачий обряд открытия дорог. Дорогая Веринея, благословляю, и пусть этот обряд будет на счастье и благополучие, процветание на открытии дорог всем нашим телезрителям. Да, действительно, те, кто будет нас видеть или смотреть записи, и у них будут исполняться желания. Это говорит о чем? В магии нет расстояния, нет ограничений. Возможно, все. Главное – пожелать. Поэтому у меня уже на моем столе стоит четыре свечи. Духовная. Я зажигаю свечу из натурального членового воска, принесенную из храма. Свечу зеленую – цвет жизни. Свечу красную – цвет любви и процветания. Свечу голубую – вдохновение и преображение. А теперь начитка. Слово Берегини. Силой четырех стихий воды, Огня батюшки, земли матушки и воздуха, Открываю дороги на четыре стороны. Ветром вольным пусть здесь добрая летит. Шелестом воды в реке дело новое полнится. Заворонком в небесах стенит С бонкой монетой. Люди слушают, да дивуются. Белыми сумерками Дни их были. Да огнем души Люба мира Засветилися. Словно солнце красное Дорогу озарили. Быть добру. Слово мое крепко, Ключ Замок Отверенеть. Солнышко веренеть. Нету дороги этой ни конца, Ни начала. Есть только преображение. Одной ногой Встанете. Загодяйте желание. Второй Идите Не оглядываясь. Благословен. Пусть будет ваш Путь. А я Ваша Берегиня Круглосуточно На боевом посту. Я благодарю вас, Веренеюшка. Был рад вас Услышать. И пусть Этот Уникальный Обряд Это слово Молитвы Откроет пути И дороги Каждого Нашего Телезрителя. Я возвращаюсь К телезрителям. Спасибо, Верения. Обязательно Я хочу Пригласить вас В четвертую Серию Этого цикла. И хочу, Чтобы мои телезрители Увидели Ваше Мастерство В грядущем. Благодарю. Мои дорогие Телезрители. Насколько Я хочу, Чтобы проект Проматей И вот Эта передача Реально Была Для вас Вот этим Уникальным Источником Исцеления Духа Души И Тела Решение Любых Ваших Проблем Самые Лучшие Из лучших Эксперты Мастера Здесь Они В центре Проматей Черная Магия Возвращаясь К нашей Теме Она Необходима Для того Чтобы Тоже Помогать Вам Но я хочу Вначале Телефоны Повторить Потому что Новые Возможно Звоночки Я жду Ваших Звоночек Обращения Пожалуйста Звоните Мне Плюс 38 093 264 17 77 Второй Телефон Плюс 38 098 857 30 81 Я жду Ваши Вопросы Они Они могут Быть Самые Разные Самые Сложные Для Этого Я И Нахожусь Здесь Мои Дорогие Черная Магия Она Зиждется На Пирамиде Продавней Колдовской Системы Так Так Называемая Пирамида Силы Пирамида Колдовства О чем Говорил И Раскрывал Известный Окультист И Черный Маг Маг Пол Хьюсон Я хочу Чтобы Вы Поняли Этот Принцип Первый Краеугольный Камень Вот Этой Колдовской Пирамиды Магии Черной Магии Это Вера Без Веры Веры Не Бывает И Как Мастера Белой Магии Верят В Эффект Так И Мастера Черной Магии Верят В то Что Сила Им Кою Они Призывают Поможет И Верят В Эффект А у Меня Новый Гость В эфире Как Приятно Я Слушаю Вас Здравствуйте Мастер Любомир Я Наконец-то К вам Дозвонился Приятно Меня Зовут Николай Я Слушаю Вас У меня Случилась У меня Случилась Такая Трагедия В жизни То Что У меня Разбилось Сердце Я Встречался С молодым Человеком Володей Три Года И Мы Планировали Гей Свадьбу В Германии Но Его Приворожил К себе Черный Колдун Володя Значит Я Хочу Уточнить Информацию Вот Значит Так Число Месяц Год Рождения Ваш Число Месяц Год Рождения Володя Так Зовите Вашего Парня Так Колечка Коля Давайте Пожалуйста Ваше Число Его Число Я Сейчас Посмотрю Вообще По судьбе Насколько Вы друг Другу Подходите И подходили Мне Сейчас Тридцать Три Так Моя Дата Рождения Это Четырнадцатого Апреля Восемьдесят Седьмой Год Володе Двадцать Семь Лет И Его Дата Рождения Первое Мая Девяносто Третий Год Вы Знаете Что Я Скажу По Вашим Датам И Чистом Судьбе Вы Друг Другу Подходите И Поэтому Я На самом Деле Начинаю Уже Предполагать Что Здесь Какое Это Было Темное Воздействие Потому Что Тут У вас Седьмерка Есть Год Оканчивается И Тройка И Они Комбинируются Единицу В итоге Десятка Один Плюс Ноль Вот И По Другим Вашим Чистом Сравнивая Сейчас Вы Подходите Друг Друг Давайте Смотреть Вашу Ситуацию Что Это Такое Что Произошло Если Здесь Черная Магия И Как Зовут Этого Черного Мага Немца Его Зовут Марк Марк Давайте Посмотрим Вообще Вашу Ситуацию Первая Карта Вторая Карта Третья Карта Смотрите На самом Деле Здесь Есть Воздействие Духов Потому что Два Черта Два Беса И Демон Чарли Такое Ощущение Идет По Энергетике Что К вам Как На самом Деле Кто-то Заслал Какого-то Духа Который Вашего Любимого Забрал А ну Кратко Давайте Я сейчас Посмотрю Еще Больше Дом Дом Вы Получается Как Поменяли Место Жительства Потому что Дом Ваш Уходит В прошлое И идет Новая Сейчас Ситуация Как новый Дом И Очень Удачный Переезд Я Переехал Из России В Берлин Так Отлично И у вас Все Сейчас Хорошо Вы На Постоянном Месте Жительства Находитесь Так Это Понятно Кратко Мне Еще Пожалуй Пару Слов Скажите Значит Как Он Ушел Неожиданно От вас Вообще Вот Любили Любили Была Любовь И он Ушел Да Да Прям Спонтанно А с Марком Этим Познакомились Где-то Вот так Были Года Два Вроде Дружили Общались Да Да Это Реальная Черная Магия Он Отбил Вашего Парня С помощью Черного Колдовства Таркан Сатаны Самого Выпадает Ситуация Не безнадежная Мы Должны Провести Чернокнижный Обряд Вот Здесь Вашей ситуации Именно Огнем Можно Победить Другой Огонь Мы Проведем Черный Обряд Который Для вас Абсолютно Безопасен Колдуна Силу Лишить Мы Будем Завершать Наш Сейчас С вами Разговор Но Знаете Это Черное Колдовство Будет Снято И По Судьбе Ваш Парень К вам Обязательно Вернется После Эфира Я с вами Созвонюсь И продолжу Работу Помощники Мои Пожалуйста Запишите Сейчас Человека На Термин Будем На связи Я буду За вас Молиться А когда Проведем Ритуал Мы Проведем После Эфира Мои Помощники Вам Все Объяснят Я буду За вас Молиться Коля Всего Хорошего До связи Дорогие Телезрители Вот так Оно И происходит В жизни Когда Двое Людей Предначертанные Судьбой Друг Другу Две Половинки Единого Целого Ни с того Ни с сего Распадаются И когда По нумерологии Либо По гороскопам Мы просматриваем Через Астрологию И так далее И так далее Путь Человека Мы видим Да они Судьба Друг Другу Но Могущество Черной Магии Таково Что Даже Все Предпосылки Мироздания Черной Маг Может Разрушить Если он Сильный Этот Марк Я уж Сразу Ощутил Это Сильнейший Черный Маг И Будет Состязание С ним Но Ради Любви Я Буду Бороться Я Буду Сражаться И я Верю То И знаю Что Мы Победим И Любовь Победит Я сниму Это Черное Зло И Колдовство Мои Дорогие У У каждого Человека Есть Своя История У Каждого Мастера Также Есть Своя История И Секреты Черной Магии Я Изучал В Учителя Да Я Этого Не скрываю Был Такой Период Моей Жизни Когда Сила Послала Мне Могущественного Колдуна И Реального Практики Черных Искусств Который Появился На моем Пути Это Сергей Валерьевич Не Бога Легендарнейший Колдун В 2015 Году После Нашей Судьбоносной Встречи Я Написал С ним Соавторстве Пять Уникальных Книг По Чернокнижию Этот Колдун Творил И Творит Чудеса И диво Дивное Я Увидел С ним Невероятные Вещи Как И духи Приходят И общаются И как Сила Повинуется Слову Колдуна И по Его Слову События Перестраиваются И как Работают Его Заклинания И сейчас Я хочу Позвать В гости Своего Первого Эксперта Своего Учителя И наставника Соавтора Сергея Валерьевича Небогу Я Приветствую Вас Я Просто Счастлив Вторая камера Смотрим Вот И пришел Мой Учитель И наставник Мои помощники Пожалуйста Покажите Телезрителям Вы видите Справку У Сергея Валерьевича Так У нас Сейчас Выводит Справку Справка Сергей Небога А так же Ряда книг По чернокнижию Украинской стези Колдовства Провидец В 2017 году Принял Православный Монашеский Пострих С именем Отец Киприан Строит Православный Мужской Монастырь И исцеляет Людей Молитвами Высшим Силам Единственный Официально Признанный Государством И церковью Носитель Чернокнижного Учения Добрый день Еще раз Хочу со всеми Поздороваться Всем благ Сергей Валерьевич Для меня Такая честь Такая радость Что вы Ко мне пришли Я хочу Вам Задать Вопросы Которые Волнуют Многих И телезрителей И вообще Людей Потому что Я знаю Что Эти вопросы Они Многих Измучили И поэтому С вашего Позволения Задам вам Первый вопрос Монашество Эта тема Настолько Многих Беспокоит Почему Вы приняли Монашество И Практикуете Ли вы Дальше Чернокнижие Значит Вопрос Действительно Такой Душетрепещущий Так сказать Православие Не говоря О том Что Добрая Половина Человек Вообще Магии В принципе Нашей Славянской Магии Так называемой Так называемой Черной Магии Там Белой Как угодно Ее называете Она В любом Случае Завязана На Православии Это Как Две Стороны Одной Монеты Поэтому Мой Монашеский Постриг Наверное Это Как Следующая Ступень Развития Более того То Что Можно Было Сделать В Чернокнижии Я думаю Что Вы Все Это Сделано Больше Чем Можно Было Себе В Своё Время Представить И Я считаю Что Те знания Та сила Та Огромнейшая Сила Которую Несёт Такая Наука Как Колдовство Она Должна Служить В первую Очередь Во благо Человечества Я Благодарю Вас За ответ И я Согласен Это Была Воля Высших Сил Я Был На Вашем Постри Я Думаю Что Это Именно Воля Высших Сил Второй Вопрос Который Хотелось Бы Вам Задать Как Истинному Эксперту И сильнейшему Практику Чернокнижия Что Такое Черная Магия В вашем Понимании И что Такое Чернокнижие Есть И отличия И тогда Кто Такой Черный Маг Кто Такой Чернокнижник Любомир Вы знаете Мое Отношение К понятию Черное Белое Я Всегда Говорил Это Определенная Сила Черное Белое В наших Людских Головах Весь вопрос Зависит От того Куда Мы Направим Вправо Влево То есть Есть Просто Сила С помощью Которой С помощью Укола Может Человека Вылечить И Может Человека Угробить То же Самое Черное Белое Это В наших Людских Головах И Все Зависит От того Это Просто Сила Она Не Имеет Цвета Все Зависит От того Куда Мы Эту Силу Направим Во благо Либо Не Во благо Опять Так Я Скажу Что Понятие Черное Белое Мне Всегда Резало Ухо Почему Потому Что Зачастую Мы Люди Мы Слишком Малы Чтобы Давать Определение Что Есть Добро Что Есть Зло Что Одному Во благо Другому Может Обернуться Слезами Как мудро Вы говорите Согласен Поэтому Опять Таки Все Основывается В первую Очередь Наша Совесть Нашего Восприятия Бытия Наше Мировоззрение Грубо Говоря Просто Убился Бутыльника Это Плохо Пошел Родину Защищать Что Человек Положил Герой Но И там Убийство И там Убийство Огромное Спасибо Нам Звоночек Я слышу Спасибо Большое Я Слушаю Вас Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Света У меня С Моим Мужем Очень Большая Проблема Я Не знаю Дальше Как Даже Жить С ним Страсти Уже Нет Давно Не Простите Секса Отношения Совершенно Испорченные Я Не Чувствую Себя Женщиной Рядом С ним Ему Понимаете Ему Все Не Так Все Не То Не Так Готов Не Так Убираю Не Так Ребенка Воспитывала Ну Я Не Знаю Общий Ребенок Может Мешает Только Развестись А Так Я Уже Подумываю Развестись Разреши я отвечу на этот вопрос Еще раз Как зовут вас Еще раз Света Светлана Я вам скажу Очень мудрую мысль Очень мудрую фразу Если вы ее правильно услышите Вы все наладите Запомните Сила всегда в противоположности Всегда Сила в противоположности Попробуйте все сделать с точностью наоборот И вот увидите Когда вы бежите за мужчиной Все как бы обыденно Попробуйте убежать И он начнет думать Поменяйтесь с ним ролями Может быть даже в буквальном смысле То есть Чтобы он думал Где вы С кем вы Почему вы Сила всегда в противоположности Услышьте меня пожалуйста И я думаю эта фраза Вам поможет К слову сказать Светланы Зачастую Женщина с именем Светлана Всегда зачастую Бывает достаточно мудрой Это великое счастье Когда у человека Жена Скажем так Почти мудрец Это великое счастье Вот будьте мудрой Сила всегда в противоположности Услышьте меня И все наладится Через какое-то время Вы напишите Любомиру И скажете Сергей Валерьевич Не Бога был прав Я запишу вас на термин К Сергею Валерьевичу Мои помощники запишут Если надо будет Если надо будет Я сделаю вам диагностику Которая даст ответы Куда двигаться Как сделать И что надо сделать Для того Чтобы наладить Семейные отношения Развод Это крайняя я считаю Мера Тем более что Вас связывают Прожитые года Вас связывает Общий ребенок Всегда в наших Человеческих Каких-то вот Недопониманиях Страдают всегда дети В своем детстве Я тоже узнал Когда мои родители Развелись Что это такое Поэтому Я считаю Что знаете Развестись всегда можно Разрубить конец Вот Разрубить веревку Узел Его всегда можно Но это крайняя мера Почему Потому что Вы знаете От наших Взрослых Действий Всегда страдают Наши дети К сожалению Мои помощники Говорят что сейчас Вроде бы Светана Рассоединилась Связь Света Вы есть еще На связи Нет Я слышу Я слушаю Вас внимательно Мы будем завершать Эту консультацию У нас экспресс Диагностики Время уже завершилось Огромное спасибо Вам за звонок И спасибо Эксперту Сергею Валерьевичу Небоге Я с ним Абсолютно Согласен И вы уже сможете Продолжить с ним Работу После эфира Мои помощники Запишут вас На термин К Сергею Небога Да я бы Очень хотела Потому что Я не могу Так все Выкладывать Я бы хотела Повчить детально Обязательно Обязательно Спасибо вам Это отдельный разговор Насколько я смогу Быть вам полезен Я постараюсь Вам помочь Благодарю вас Спасибо за звонок Благодарим Смотрим вторую камеру У меня к вам еще вопрос Колдовство Что такое колдовство И кто такой колдун Это то что тоже Очень многих интересует И мне хочется От вас услышать Ответы Такой конкретный вопрос И в то же время Вопрос такой Достаточно насыщенный Первое Что такое колдовство Колдовство Это всегда противоположность Любой религии Любой Более того Колдовство Всегда было Есть И будет Как говорится Магия бессмертна В любой религии Кому бы мы не поклонялись Это всегда было Всегда Есть то Что нам недоступно Что нельзя увидеть Нельзя потрогать руками Но так или иначе Независимо от того Верим мы в это Не верим Оно все равно есть Что такое колдун Колдун Это человек Который с помощью силы Может менять Жизнь в реальности Я свидетель Как Сергей Валерьевич Менял Какие-то поступки Какие-то действия Какие-то следствия Каких-то наших работ И так далее В конце концов Опять-таки К колдовству Люди прибегали При любой власти В любое время Независимо Где бы кто ни жил Всегда люди К этому обращались Более того Я могу ответственно сказать Что абсолютно все При любых правительствах При любой власти Во всех странах Были люди Которые были всегда Безусловно в тени Но так или иначе Мы знаем Начиная от сказок Были там какие-то Звездочеты Еще кто-то Еще там С того же Древнего Египта Но Даже по сей день Я могу ответственно сказать Что абсолютно все Великие бизнесмены Большие люди Яркие звезды И правители Все с чем-то связаны Почему? Потому что Человек всегда Обращается Господу Богу Как говорится За той или иной помощью А Господь Он Одной рукой Гладит Второй Карает Так вот Вторая рука Это и есть Рука Колдовства Колдовство Это всегда Противоположность Любой мир Всегда Я благодарю В ловушку Вот этих Мошенников Обманщиков Да Действительно К сожалению Там последние Лет 15-20 Создана Масса Передач Начиная От битвы Экстрасенсов И заканчивая Там следствия Ведут Какие-то Маги Но Я могу Ответственно Сказать За всю Свою Историю Всем Кому Я давал Какое-то Обучение Какие-то Кусочек Знания Посвящения Я не дал Ни одного Посвящения Людям Из Подобных Передач Почему Потому что Кроме Разочарования Самое Главное А люди Приходят К Подобным Скажем так Вопросам Люди Приходят Тогда Когда Есть Беда Есть Проблема К сожалению Кроме Разочарования Это ничего Не приносит Почему Потому что Люди Которые Там Участвуют В подобных Проектах Ключевое Слово Шоу Более Того Я хочу Просто Дать Практически Совет Ни один Человек Никто Никогда Не увидит Никаких Реклам Там Сегодня Три Дня В Неделю Где-то Там То-то То-то С Семинарами Ведет Приемы Вы Знаете Колдовсту Я отдал Более Тридцати Лет Из Своих Сорока Восьми И Ни разу Ни один Человек Не увидит Нигде Моих Реклам Самый Большой Показатель Человека Который Что-либо Может Или Как-то Может Это Только Людская Молва И более Ничего Никаких Реклам Никаких Там Вот Баба Дуся Сегодня Прейм Телефон Такой Чушь Собачья Огромное Спасибо Вам За Глубокий Ответ Я Абсолютно Согласен Сергеем Валерьевичем Я Участник Битвы Экстрасенсов 17 Но Все То Это Просто Твои Амбиции Не Послушался Учителя Хочу Дорогие Терри Зрители Хочу Напомню Телефоны Обращайтесь По любым Вопросам Сейчас Прямой Эфир К нам Ко Мне К Любомиру К Сергею Не Боги Моему Учителю По номерам Плюс 38 093 264 17 77 Второй Телефон Плюс 38 098 857 30 81 Ждем Сейчас Еще Есть Время Давайте Вы можете Нам Звонить Потому Что Я Как Руководитель Центра Эзотерики У нас У нас Звонок Уже У нас Звоночек Мы Слушаем Алло Алло Да Вы меня Слышите Да Слышим Добрый день Здравствуйте Я Галина И я Очень Надеюсь Что Вы Мне Поможете Ситуация Такая Я Последнее Время Очень Плохо Стала Сюда Чувствовать Я Практически Не Сплю А если Засыпаю То У меня Кошмары Снятся То С меня Кто-то Одеяло Тянет То У меня Кто-то Пытается За ноги С кровати Стащить И Это Просто Ужас Просыпаюсь Сердцебиение Жуткое Вроде Кто-то Ходит Я Жену Одна Дети Отдельно Дом Старый Вроде Кто-то Ходит Что-то Двигает Пару Раз Ко мне По Карнизу Соседская Кошка Заходила Но Поинтересовала Только Кухня А здесь Я встаю Уже Сетки Поставила На окна Встаю Я не вижу Никого Не нахожу Выключаю Свет Ложу Сергей Валерьевич Будет Отвечать У нас Мало Эфирного Времени Поэтому Галина Буквально Постараюсь Уложиться В две Фразы Значит Смотрите Кот Кошка Неважно Это Одно Из Шести Животных Силы Кот Или Кошка Он Сам Есть Черт И кот Домового Беса Видит Попробуйте У себя На кухне Налить Полностью Стопку Крепкого Алкоголя И когда Допустим Праздник День рождения Праздник Котлеточку Напекли Ему Положите Это Шериху Шерих Это Имя Домового Я думаю Многие вещи Когда вы Надо Подружиться С домовым Многие вещи Я уверен Поправятся Я хочу Еще Сказать Попробуйте Огромное Спасибо Я согласен Сергей Валерьевич Еще Хочу Сказать От себя Вот Я провел Экспресс Диагностику Там Злые Духи И при том Не один Злой Дух Там Их Несколько Сергей Валерьевич Также Я Мы будем С вами На связи Помощники Мои Запишут На термин Сергей Валерьевич У вас И Также Я Молитвенно Буду Отчитывать Мы Объединим Наши силы И Зло И вы Будете Спать Вот Этот Ящик Пандоры Который В карте Сейчас У вас Открыт Он Закроется И Ваша Судьба Наладится У нас Время Не очень Мало Буквально Дом Купленный Или Вы Всю Жизнь В нем Живете Я Всю Жизнь В нем Живу Но Дело В том Что Вот Это Последнее Время Вот Такая Ерунда Начала Происходить Попробуйте Немножко Уважить Шериха Там Есть Черная Магия Мы Просмотрим Более Глубинно Это Уже На Дивидуальном Термене У нас Время Заканчивается Мы Будем Молиться За вас Я Буду За вас Обязательно Этой Ночью Болиться Будьте Благословенны На этом Мы Завершаем Беседу С вами Вот Мы Продолжаем На вторую Камеру Сейчас Смотрим Дорогие Телезрители Я Хочу Задать Дополнительный Волнующий Вопрос Я знаю Что И вас Телезрители Волнует И Сергей Валерьевич Расскажите Пару Слов Охраме Темных Богов Первый Публичный Построили Его На Руси Это Был Храм Дьявола Как Называют СМИ Или Что Это Было За Храм И Не Планируете Либо Еще Подобный Храм Строить На самом Деле Это Был Храм Темным Богам Нашим Славянским Как Угодно Его Можем Называть Там Дом Черта Церковь Сатаны Ну Скажем Так Телевизионщики Любят Такие Украинская церковь Моё имя В ноябре 2018 Года Там Прозвучало И Все суды Мы выстояли Выиграли Полагаемся Мы Только На Конституцию Нашей страны Где Четко Ясно Написано Кому И Как Жить В нашей Стране Магия У нас Разрешена И Колдовство Легально Главное То Как Мы Все На Благие Цели Делаем К сожалению К сожалению Не все Готовы Скажем так К свободе К демократии К пониманию Чего-либо К сожалению Это так У нас потихонечку Подходит К завершению Эфирное время И я надеюсь Что успею Последний Еще вопрос Задать Вот После Вашего Монашеского Пустрига Вы С именем Отец Киприан Вы создаете Сейчас Мужской Монастырь Вы строите Православный Храм Как место Силы Значит Три года Назад Я получил От нескольких Епископов Официальное Благословение На помощь Людям Более того Я получил Официальное Благословение На постройку Церкви Пантелеймону Целителю И Также На основании Свято-Киприановского Мужского Монастыря Поэтому На сегодняшний день В центре Украины Я собственно Этим и занимаюсь Я живу В маленьком Глухом селе Где собственно Это центр Украины Где Куда в общем-то И люди приезжают И Известный Питомник у нас Есть Который представляет Нашу страну На международных Соревнованиях В том числе Я занимаюсь На сегодняшний день И именно Постройкой Церкви Пантелеймону Целителю Благодарю вас За ответ У нас Остается Не так и много Времени Сергей Валерьевич Вот Хотелось бы Чтобы вы Какие-то Дали Пожелания И советы Нашим телезрителям Как сейчас Справиться С этой Пандемией Коронавируса Когда Мы не лечим Его Просто вы Как духовное Лицо Как монах Посоветуйте Чтобы люди Не теряли веру Чтобы Они смогли Пережить Вот эти Тяжелые времена Высокосного года К сожалению К сожалению Да Действительно Высокосный Касьянов Год Это всегда Были тяжелые Времена Но В то же время Вы знаете Я тоже сидел В изоляции Два месяца В том числе Но Я вам так скажу Главное Верить в себя Верить в себя Заниматься Своей жизнью Ни в коем Случае Не поддаваться Панике Паника Во все времена При любой беде Паника Это первый враг Поэтому Верьте в себя Правильно Кушайте Правильно Питайтесь Не злоупотребляйте Вредными привычками Я думаю Все будет в порядке Знаете Как говорят На Руси Не так страшен черт Як его молю Так вот и здесь Сколько этих вирусов Было Один Два Три Пять За последние 20 лет К тому же Пальцев не хватит Ну Мы славяне Народ как говорится Сильный Переживем и это Опять таки Здоровый образ жизни Здоровые поступки И здоровые мысли В голове Будут плохие мысли Все идет с нашей головы Будут плохие мысли Все тянется от этого Будет светлая голова Значит и жизнь вокруг нас Когда человек счастлив Вокруг него все цветет всегда Когда человеку плохо Вокруг него цветы вянут Так оно было Есть И будет Поэтому Прежде всего Не теряйте веру в себя Здоровый образ жизни Правильно кушайте Правильно питайтесь Правильно спите И самое главное Все Друзья мои Находится в наших головах Плохие мысли И вокруг нас Все будут вянуть Если в мысли будут Светлые Все будет свисти Поверьте Мы сейчас спонтанно Сергеем Валерьевичем Дорогие телезрители Помолимся Помолимся Высшим Путем Первую силу Своими словами Чтобы от вас Отступили Сглазы и порчи Просто своими словами Сейчас я первое начну И вы продолжите Господи Всемогущий Боже Высшие силы Очистите наших телезрителей Всякого человека Который видит Нашу передачу И от порчи И от сглаза И от всякого Темного духа И от всякие Темные силы Пусть свет Всевышнего Войдет в дом телезрителей И очистит От всякого Зла и духа Нечистого Вратитесь к вы Приди И вселяйся вны И наполнены Своей силой Силой благословения Силой целительства Так тому и быть Аминь Слава отцу и сыну И святому духу И ныне и пресно И во веки веков Аминь И пусть Господь Бог Благословит вас В сегодняшней передаче Мне такая выпала честь Что пришел мой Учитель магии Сергей И Бога И я вам показал Телезрителей Что Черные маги Колдуны Эти люди Силы Могут Не только вредить Они могут Реально Помочь Я не побоюсь Этого слова На Руси В СНГ Сергей Небога Сильнейший Колдун Реальный Практик Я как ученик Свидетель Этого Сильнее Нет Но Он Говорит Мудрость И истину Что сила Находится В противоположности И он Теперь Стал И сильнейшим Молитвенником Приняв Православное Монашество Вы можете Записываться К нему На молитвы На акафисты На отчетки Божьей матери От всякого зла И у нас Время заканчивается Повторяю Телефон И хочу наполнить Плюс 38 093 264 1777 Плюс 38 098 857 3081 Я приглашаю К себе К Сергею Валерьевичу К нашим Мастерам Пожалуйста Обращайтесь Мы ждем Ваши звонки Сейчас У нас остается Буквально Считанные секунды Сергей Валерьевич Скажите Завершающее слово Пожелание Нашим телезрителям Хочу добавить Буквально Пару слов От себя 18 Ребята Живите благостно Все в наших головах В голове Где есть светлые Правильные мысли У человека И жизнь Светлая И правильная Мы прощаемся У нас время завершается Будьте счастливы Всего хорошего Пусть Господь Хранит вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok